Приветствую вас! Полагаю, что ваша проблема, она связана не с тем, как ведет себя ваша жена. Полагаю, что ваша проблема связана с тем, как вы относитесь к тому, что происходит с вами, с вашей семьей, с вашей женой и так далее. То есть, вообще-то говоря, речь идет о вашей позиции как таковой, о вашем отношении как таковом, о возможности или невозможности самостоятельно, например, принимать решения относительно себя, о возможности или невозможности, например, отстаивать свою позицию, о возможности или невозможности делать выбор, тогда, когда это нужно действительно, например, вам и так далее. То есть, я хочу, чтобы вы сейчас постарались понять, проблема не в ней, не в вашей жене, которая, по сути, делает то, что она хочет делать. Ваша жена, она реализует свои потребности, она реализует свои какие-то обидцы, она вообще реализуется. И она реализуется среди вас, что, в принципе, в общем и целом, может быть и не ехать хорошо из-за формы, в которой она это делает. Но в целом является нормой, на мой взгляд. Норма, именно здесь норма подразумевается в том контексте, что она хочет и она делает. И если вас все устраивает, как вам сказал мой коллега, то в ней абсолютно все нормально. Да, можно сказать, что она вас подавляет. Да, можно сказать, что она занимает доминирующую роль. И что-то мне подсказывает, что не только в сексе. Что-то мне подсказывает, что она занимает доминирующую роль с вами вообще. И дело не в том, нормально ли это для нее. Дело в другом, нормально ли это для вас. И вопрос, который я хотел бы вам задать, заключается в следующем. Не потому ли у вас возникла вся эта ситуация, не потому ли она стала возможной, вот эта вот ситуация, ваш вопрос, который вы задаете по поводу того, все ли с ней нормально или что-то не так. Не потому ли, что вы не проявляете достаточной решительности в своем поведении по отношению к ней. Не потому ли эта ситуация стала возможной, что вы не уверены в себе. Ну, может быть, не полностью уверены в себе. Может быть, не до конца уверены в себе. Может быть, часто проявляете неуверенность, слабость по ее мнению. По ее мнению. И так далее. И, наконец, последний вопрос. Вам он звучит так. Поскольку вы уже живете какое-то время вместе, вот так, и вас, видимо, поначалу все устраивало, и поначалу вам все нравилось, то что случилось потом? Что поменялось потом? Что заставило вас делать, во-первых, так, как говорит она, ради чего вы это делаете? И, во-вторых, что заставило вас написать нам на сайт? Ведь вы же жили так какое-то время, явно не первый день, не первый год. И вот вопрос. И вот вопрос. Что заставило вас нам написать? Что стало, как бы, последней каплей, что вы нам написали? Вот я полагаю, что именно об этом и нужно с вами разговаривать. А что нормально или ненормально, это решаем не мы. Это решают те люди, которые живут с другими людьми. Вот если для них это нормально, если им это не вредит, то все в порядке. Если вредит, это уже другой вопрос. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы дополнительные у вас остались, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго, удачи и успешного разрешения данной ситуации.